Преступления в Чувашии стали совершать меньше, раскрывать больше. Однако по-прежнему много тех, кто нарушает закон в состоянии алкогольного опьянения. Об этом говорили на заседании Координационного совета по обеспечению правопорядка при главе республики. Почти 12 тысяч преступлений зарегистрировали в прошлом году правоохранительные органы Чувашии. Это на 7,5% меньше, чем в 2017. Общая раскрываемость преступлений составила 72%. Это выше, чем в прошлый год. По особо тяжким и тяжким составам 74%, что является третьим результатом по стране и лучшим по Приволжскому федеральному округу. Раскрыты все изнасилования, разбойные нападения. Треть правонарушения совершили лица в состоянии алкогольного опьянения. Это чуть ниже, чем в Приволжском федеральном округе, но выше, чем в среднем по России. Росту показателей способствуют в том числе так называемые разливайки, отметил Михаил Игнатьев. Касаясь там ночных баров, касаясь всех тех клубов, как будете подходить? Ночное время. Там же они, очаги, так скажем, правонарушения. Создали рабочую группу с участием общественников, депутатов, работников администрации и ходим в рейды в вечернее ночное время по этим заведениям. Результаты какие? Снизилось количество преступлений, совершенных на улице. Последние слова подтверждает и статистика МВД. Такая же тенденция по преступлениям среди несовершеннолетних. У нас количество преступлений среди несовершеннолетних сократилось у нас в 2018 году в два раза. Здесь болевая точка – участие подростков в распространении наркотиков. Вызывает озабоченность вовлечение подростков в сферу распространения наркотиков. Так только на территории Канашани совершеннолетние совершили 16 преступлений, связанных со сбытом наркотиков. Это 27% от всех фактов сбыта на территории города. Одно из решений проблемы – занятость молодежи во внеурочное время. К примеру, вовлечение волонтерства и работа с психологами. В прошлом году на эти и другие профилактические меры направили более 1 миллиона 600 тысяч рублей. Работу в этом направлении продолжат Ольга Пырочкина, Павел Редков, Республика.